И Лика Бугалева, это и Станислав Конкин, ну да, довольно много людей. И Тоня Мадвиенко, и Бодрик тот же. Ну, много людей, правда, много. Их сейчас перечисляют. Ну, человек 15-20 точно вызвали у меня одобрение реально. И Катя Горячева, скажем. Причем, многие из этих людей не прошли с левой группой заслуживания, а мне они очень нравились. Кого из звездных тренировок Вы считаете самым профессиональным в плане профессионального? Я могу сказать, я считаю всех очень профессиональным для них, очень. То есть, они все, как бы, продюсеры начинающие в разных жанрах, но они все чрезвычайно профессиональные, у них чрезвычайно хороший вкус. Может быть, может быть, по точности характеристик, по какому-то такому жанру право-висерскому. Может быть, вот Диана Анатольевна вызывает у меня пока наибольшее воодушевление. Вот я бы сказал так. Хотя все они замечательные, все они работают, блестящие, я не знаю. Я, когда на них смотрю, мне кажется, что они все имеют шанс стать большими, настоящими, хорошими продюсерами. Чего мне очень хотелось, потому что продюсеров чрезвычайно мало у нас в стране. И в нашем стране, и в большем Советском Союзе, в России в частности, продюсеров мало, мало. Мне хотелось бы, чтобы было больше, конечно. Еще один вопрос от Леры. Как Вы относитесь к тому, что на кастинге приходили известные исполнители? Многие из них прошли, да? Это было очень здорово и очень интересно. Приходили люди, чтобы просто проверить и себя, и, собственно говоря, каким-то образом убедиться в том, что они люди самостоятельные, да? И в состоянии доказать, что, собственно говоря, звезды, они не только по статусу, но и по сути, да? И они, на самом деле, все люди, вот звездные такие люди, которые пели, они пели, как бы, очень хорошо. И реально, мне кажется, доказали, что они не зря, так сказать, носят это звание. Некоторые из них прошли, некоторые не прошли. Это было очень драматично и удивительно. Но я думаю, они не прошли как раз как так, что их узнали. Их узнали, и тренер не захотел бы играть в свою команду. Потому что тренерам интересно брать сырье, да, каких-то свежих людей, чтобы из них лепить что-то. А когда уже состоящийся человек, ну, брать его в команду, все-таки, мне кажется, менее интересно для тренера. Поэтому их и не взять. Уля вас интересуется, скажите, пожалуйста, а участвовали ли вы в отборе тренеров? По какому принципу отбирались эти кандидаты? Я имел право голоса в то время, когда мы их отбирали. И, собственно говоря, с украинскими тренерами было проще, потому что мы взяли самых, наверное, выдающихся деятелей украинской эстрады. Это Рослава, помидорница Евровидения, выдающаяся наша привица. И Александр Пономарев, который, ну, золотой голос и номер один среди первых слов в стране уже многие-многие-многие годы, не знаю, мне кажется, даже уже десятилетия. Поэтому, конечно, это самые авторитетные люди, и они имеют право носить звание тренера в таком серьезном шоу, как наше. Чтобы, собственно, российских, тут были варианты, и мы думали, не ошиблись. Не ошиблись ни в Диане, ни в Стасе, это замечательные люди, вдумчивые, румные, креативные. Далее, Квадзе спрашивает. Какие отношения тренеров внешне? Дружат ли они или момент конференции уже появился и за весну? Ну, внешне отношения весьма и весьма дружелюбные и лояльные. Но я думаю, что по мере того, как мы будем проходить от этапа к этапу, конкуренция уже, собственно говоря, начинает зарождаться, и плюс-то на какие-то внутренние амбиции все больше и больше дают о себе знать. Я думаю, что будут очень такие жаркие и неформальные у них отношения все дальше и все больше. Потому что, международно, это соревнования четырех продюсеров, и как бы они не дружили, конкурировать и соперничать им придется, и приходится уже. По «Бистит Шоу» получит контракт со звукозаписывающей студией. А где гарантия, что ими будут заниматься? Например, после «Фабрики» Стаса… А вот я объясню, гарантий никаких никто давать не будет и не может, мы не банк, не сберкаться там, что-то такое. Во многом это зависит от самого человека, который, собственно говоря, выиграет и который подпишет контракт с ее аниверсией. Потому что если он подбежащий камень, вода не течет, если он будет стараться, если он будет лезть из кожи, если он будет помогать этому рекордному лейлу, вдохновлять его, надо каким-то образом давать какой-то интекс в развитии. Естественно, я тоже говорю, им заниматься будет, заниматься будет много, а если будет толк, то заниматься будут. Вот и все. Поэтому сравнивать все это с «Фабрикой» и т.д. не видел нельзя, потому что когда я начинал заниматься «Фабрикой», я предупредил всех, что я занимаюсь исключительно телевизионным шоу. Просто личное продюсирование в мои обязанности не входило, как, собственно, и сейчас тоже. После «Голос Акраины» я продюсировать никого не обязан. Может быть, мне придет в голову какая-то идея, и я кого-то возьму. То есть вполне такое нужно. Но пока я занимаюсь целой теми телевизионной частью и ни о чем другом думать не могу. Далее, Кристина. Вы наверняка уже сделали для себя выводы о том, какой подход к выбору участников у каждого из тренеров проекта. Да. Охарактеризуйте, пожалуйста, каждого из четырех тренеров. Вы можете дать прогноз, у чьей команды больше шансов на победу? Прогноз, у чьей команды выиграет, мне дает очень сложно, по той простой причине, что они очень сбалансированы все. Мне кажется, что больше всего выжимает соков из своих артистов. Ну, Диана, мне кажется. Потому что она очень человек в хорошем смысле неспокойный. Она реально, то есть человек амбициозный и добивается от своих ребят максимальной самоотдачи. А Александр Пономалев, он спокойный, вдумчивый, но очень настойчивый человек, который очень хорошо знает, что нужно делать. Вот он знает и спокойно, и скоррозно идет к своей цели. То есть ребята у него очень хорошие, у него замечательные ребята в команде, в том числе и человек, о котором я говорил, Даша Минеева, и Дима Тейн-Буразов, и другие ребята. Очень хорошие ребята. Стаса Клехи, он очень остроумный, такой свежий, креативный и фирменный, что называется, человек-человек. Он еще сам в ненавалеком будущем был фароабригантом на фарфарике в России. Поэтому он все это помнит, и вот этот опыт, который он получил на этих телевизионных шоу, мне кажется, что он передает ребятам, как бороться за победу в телевизионном шоу, что для этого нужно делать, как петь, как себя вести и так далее. Мне кажется, что это очень ценный опыт. Руслана, это, конечно, ну, человек взрывной, эмоциональный, у нее куча идей, огромное количество каких-то импульсов, понимаете, причем она очень болеет за свою главную команду, очень болеет. И она реально все время с ними на связи, она их все время каким-то образом, понимаете, пытается направить на опыт истинный. То есть, мне кажется, очень интересное соревнование, может быть, между тренером, потому что все они разные, у них совершенно разный темперамент, совершенно разная школа. И у них очень разные команды, хотя это есть балансированные, мощные, но разные команды. Я думаю, что чем дальше мы будем смотреть это шоу, тем почерпком, который я имею, будет все видимее. Вот так бы я мог сказать. Дарья Юрьевна спрашивает, Константин, а мне к вам вопрос, почему вы решили взять этот проект «Голос Украины», ведь в Москве у вас тоже куча проектов. Слушайте, куча проектов, но я вот таким проектом, как «Голос Украины» не занимался никогда. Я стараюсь не браться второй раз за что-то, что я уже делал. Ну вот я два раза брался за фабрику, правильно, но фабрика в Москве или фабрика в Киеве – это совершенно разные вещи вообще. Это разные шоу, это совершенно разное какое-то насыщение, ощущения я испытываю совершенно разные. И когда мне предложили взяться за такой проект, безусловно, я его сперва посмотрел за оригинальное голландское шоу, которое вот только-только, собственно говоря, закончилось. Первый выпуск, первый сезон этого шоу. Ну, мне очень понравилось, мне очень понравилось, потому что, еще раз говорю, ну, более музыкального, более рафинированного, простого по правилам и драматичного по природе своей шоу, я, например, в музыкальных форматах, я не припомню. Потому что везде, в остальных шоу, там какая-то драматургия искусственная, понимаете, там ревертора что-то придумывают, там какие-то там интриги накручиваются и все такое прочее. То есть это такое реалити-шоу, в котором много искусственных каких-то вводных. Здесь мы заставляем людей только петь хорошо, все. Все остальные драматургии, которые появляются, она просто заложена в правилах игры. Она честная, эта драматургия, здесь нет выдумок. Вот это мне, эта шоу как раз и нравится. И, судя по другому всему, это нравится и тележитию, судя по первым нашим выпускам. Вот такая петрушка. Юля пишет. Константин Завусев, сколько шоу в Украине проходит только...